Ну что ж, дорогие друзья, я всех приветствую на нашем смотре очередной новой тачки, которая появилась в обновлении Казино Даймонд. Что у нас вышло? У нас вышла, наверное, самая дорогая машина в этом обновлении, ну, среди обычного транспорта. Это суперкар Эмерус, да, который мы сейчас купим, затюнем и посмотрим. Посмотрим, что там за тюнинг, посмотрим, что там вообще за машинка, как она выглядит и так далее. Я ее уже смотрел в сюжетной линии, я ее тюнил, спавнил и снимал про нее видео. Но, как показывает практика, то, что не лишним будет посмотреть на нее в онлайне, потому что видео с онлайна всегда собирает больше просмотров, чем сюжетки даже закрытого транспорта, хотя это должно быть интереснее. Наверное, дело в том, что никто им не интересуется этим транспортом до тех пор, пока он не выйдет в онлайне, я так думаю. Так, ну что ж, давайте чуть-чуть посмотрим, что это такое. В инновационном дизайне автомобиля появился новый термин. Интуиция. Сесть в Эмерус совсем не то же самое, что сесть в обычную машину. Нет, вы словно открываете для себя новую идеально подходящую вам часть тела, которая совершенно случайно сделана из восьми разъяренных лошадей. Восьмисот разъяренных лошадей. Так, ну что ж, давайте-ка посмотрим. Возьмем ее, давайте оранжевую для начала. И закажем ее сюда, в мастерскую, потому что здесь лучшее место для того, чтобы вообще тюнинговать все машины. Я об этом говорю уже довольно-таки давно. Так, машинка наша сейчас будет в пути. Отдали мы за нее почти три лимона баксов. И она стоит... Знаете, я вспоминаю времена, ребят, когда у нас было... Что, самая дорогая X8 из Proto машина, это была прям, я не знаю, самая, вот что ни на есть, вообще гигант транспорта по цене. Потом у нас появился Тезеракт, который стоил еще дороже, чем это. А это у нас наравне с Тезерактом машинка по цене. Ну, а дальше уже начали выходить и фантастические тачки, где они обитают. И всякое вот остальное дерьмо, которое мы видим. Так, что-то у тебя видок какой-то слишком довольный, по-моему. Так что, давай-ка, езжай отсюда побыстрее. Бипец. Одни маслкары в основном у нас здесь. Так, ладно, ждем машинку, тогда и смотрим. А то я уже чушь начинаю нести откровенную. И еще раз напоминаю, ребят, что это не обзор. Так, ребята, вон она, наша красавица. Смотрите, какой я байк себе сделал. Смотрите, классный. Так, что дальше? Тут мы все уже видели, тут мы все уже купили. Вот эту тачку я выиграл в колесе на прошлой неделе розовую. Кто помнит. Еще раз напоминаю, что на этой неделе у нас Динка Джестер Классик. Да, супер, так называемая. Ну что, эту машину мы уже видели, мы ее уже спавнили. Поэтому предлагаю так кратенько глянуть. Еще раз напоминаю, что у нее особенность в том, что у нее прозрачные двери. То есть, вот эта нижняя часть, это тоже стекло. Но оно тоже затемняется, когда вы затемняете стекло наверху. Ну, то, которое обзорное и так далее. Так, ну что ж, давайте-ка, наверное, сядем и поедем. Тачка выглядит очень прикольно. Но говорят то, что, конечно, есть и получше, и старо. Поэтому цена, ну, решайте сами, дорого, недорого. Ну, я думаю, кто такие тачки покупает, то, по сути, посрать вообще, сколько они стоят. И, по сути, им не важно, как она едет. Главное, чтобы стояла в гараже и радовала глаз. И можно было цеплять цыпочек на пляже. Так, здесь мы улучшаем то, что надо. Глушители. Такой, 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 такой. Я не знаю, ребята, какой глушитель лучше. Давайте вот такие квадратные сделаем. Решетка радиатора. Да, ребята. Охренеть. Что же из нее можно сотворить? Я вот так поставлю. В общем-то, делаем пока так же, как я делал в сюжетке. Клаксон. Ну, клаксон, это вещь, которая нам не сильно-то нужна. Так, мы можем здесь, кстати, фары разные сделать. Знаете, я ее, наверное, оранжевые оставлю. Мне кажется, пойдет. Угу. Можно сделать тоже оранжевые фары на него. То есть, потратиться уж как следует. Да? Давайте сделаем. Почему бы, как говорится, и нет? Я даже не он хочу на нее поставить. Хотя уже типа считается как сельский тюнинг, сельский тюнинг. Да, насрать. Так, раскраска. Я, наверное, не буду делать раскраску, только если будет что-то такое незначительное. Вот с черной полосой можно сделать. Не, я вам покажу все, но делать буду именно то, что мне хочется. Я вот в сюжетке вот такую раскраску сделал. Давайте сделаем черную вот такую полосу. Мне кажется, неплохо. Зеркала. Ну, зеркала карбоновые будут лучше смотреться явно. Номер, как всегда. Я тут не оригинален. Так, окраска. Только если салон там можно поменять. Цвет обивки. Цвет обивки, цвет обивки. Угу. Давайте оранжевый сделаем. Пускай будет все в кассу. Ну, как, насколько оно в кассу, это еще надо поспорить. Но, тем не менее. Ммм. Нифига. Нифига себе. Ух ты, классно как. Карбоновая, мать вашу, крыша. Я вот такую хочу сделать. Я так карбон, я его люблю лепить так, по краям. Ну, не на всю машину. Ну, вот пороги, допустим. Разные у нас есть. Давайте вот пороги сделаем такими. Спойлер. Спойлер мне, в принципе, этот нравится. То есть, он меня вполне устраивает. Но мы посмотрим, что тут есть. А, можно по цвету машины сделать. Или карбоновый. Угу. Ну, как вам? Спойлеров много, на самом деле, смотрю. Очень много спойлеров разных. Каких хотите. Ммм. Кстати, вот это тоже неплохо. Это тоже неплохо, очень даже. Ну, я не люблю, знаете, что? Я не люблю здоровенные спойлеры. То есть, спойлеры, которые такие прям чересчур. Так, трансмиссия. Это мы все увеличиваем. Говорят, что по городу в гоночках это машины. Ее уже потестировали. Она очень даже неплоха. Оказывается. Так, колесо. Не, колеса надо поменять, конечно. Давайте из спортивных глянем что-нибудь. Неплохо я тогда поплевался. Что-то тут ни хрена не подходит, на самом деле. Не знаешь даже, что взять. Рейсер. Давайте вот такие, что ли, пока. Так, цвет. Цвет сделаем черный. Чтоб оттенять как-то детали. Дизайн шин. Ну, это, наверное, не надо. Улучшение сделаем полистойки. Так, и сделаем оранжевый. Да. Нам же денег не жалко, мы же тратимся. Так, и стекло. Стекло я у таких машин всегда затемняю по максимуму. Это обычное дело для меня. Так, покинуть арену. Надеюсь, ночи не наступило. А то я как тачку смотрю, так ночь обязательно у нас. Не, ночь пока не наступила. Но она уже близка. Поэтому давайте успеем посмотреть. Какой движок. Нифига у него выпирают пороги. Охренеть. Смотрите, как у какого-нибудь внедорожника. Ну, что вам сказать. Машина выглядит очень достойно. Очень классно. Очень шикарно. Спортивно. Элитно. Ну, то есть, мы за это, в принципе, и платим, ребят. Два места у нас. Все заделано по максимуму. Так, давайте-ка быстренько сделаем вид из первого лица. От первого лица. Ну, салончик такой неплохой, но довольно-таки... Довольно-таки маленький, я бы хотел сказать. Давайте, пока не стемнело, я быстренько прокачусь. Ну, и какую-нибудь гоночку глянем. Так, ну, что по управлению сказать. Ну, так себе. Так себе. Очень хотелось его сбить, конечно. Ну, что ж поделать-то. Нифига, вы видели? Конечно, не об этом видео, ребята, но вы видели, как он подлетел, и ничего с ним не произошло. Она настолько спереди, как рампа, то что байкер даже не разбился. То есть, мы его не смогли даже сбить. Давайте движок слушаем. Ну, этому так не повезло, как тому, но что ж поделать. Короче, ребята, машина внешне мне очень нравится. Единственное, вот эти пороги я бы, наверное, не делал такими широкими. Они как-то выпирают, и не очень ощущение от машины. Хотя, кому как. Я, может, их потом переделаю под что-нибудь другое. Не, машина очень даже неплохая. Я не знаю, что там будет на поворотах. Но она вроде как устойчивая. По большей части. Выглядит классно. Правда, что-то у меня там дергается из-за дороги, что ли. О, ну что ж, мне все нравится, в принципе. Да, скорость я не чувствую большую у этой машины. То есть, не ощущаю. На некоторых тачках едешь, прям чувствуется у тебя. Прям вот несет тебя вперед, блин. На крыльях, не знаю, мы чего. А здесь как-то едешь. Вроде и быстро, а вроде и Курума, по-моему, почти так же едет. Я уж не знаю, как сказать. Может, это просто такое субъективное, ошибочное мнение. Но не очень мне кажется, что оно, скажем так, прям быстрое транспортное средство. Но внешка тащит. Внешний вид мне очень нравится. Смотрится очень хорошо. Давайте, может, какую-нибудь гоночку возьмем. И посмотрим, как она будет и в повороты входить, и в остальном. Так, ну, проедемся. Я по этой гоночке уже катал какую-то машинку. Но посмотрим эту. Почему бы и нет. Так, ну давай. Сразу берем форсаж. И смотрим. Буду ехать стараться как можно быстрее, но на поворотах чуть-чуть притормаживать. Чисто, чтобы посмотреть вообще, как она будет входить в повороты. Так. Ну, поаккуратнее. Буду ехать, как я обычно еду, когда мы гоняемся с кем-нибудь. То есть, буду поворачивать стараться, буду тормозить, где я обычно торможу. Ну, то есть, так же ехать, как я, бывает, еду, когда мы гоняемся там на стримах и не только. Ну, тут, кстати, много поворотов. Хорошая тема, чтобы проверить. Блин, нифига я. Я не думал, что сюда заезд, честное слово. Так, надо попробовать с тормозом повходить. А то я с отпусканием газа в основном вхожу. Ну, в смысле, в поворот. Ну, вы понимаете. Блин. Знаете, сразу хочу сказать, что машина довольно устойчивая на поворотах. Потому что я вот даже где-то меня заносит, а то меня не вышвыривает в стенку. То есть, я просто еду чуть-чуть, скажем так, ньюзом. А так, по сути, очень даже неплохо. Ну, что ж, ребята. Мое мнение такое. Машина, ну, по внешке, она, в принципе, стоит таких денег. То есть, сделана очень классно. Ну, это мое личное мнение. То есть, выглядит достойно, престижно, элитно. Что касательно по управлению. Конечно, это надо еще смотреть в гонке против других хороших машин. Быстрых. Но, конечно же, я думаю, что на ней можно гоняться. Вполне. По крайней мере, в повороты она входит очень даже неплохо. Ну, как на мой взгляд. А в остальном, я думаю, в принципе, на этом можно закончить. Всем спасибо, кто смотрел. Не поленитесь поддержать меня лайком, подписаться на канал. Ну, и если у вас есть какие-то, скажем так, какие-то выкладки, информация по этой машине более подробная, то, конечно же, напишите ее в комментариях. Я думаю, зрители, которые зашли на видео, полазают и почитают про нее. То, чего не рассказал я. А я на этом заканчиваю. До новых встреч, ребята. Ваша поддержка очень важная. Не забывайте об этом. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...